Зачем все это? Эти церкви, этот звон колколов. Это все для того, чтобы скрыть, как мы люто ненавидим друг друга. Чего он искал во мне? Не столько любви, сколько удовлетворения и тщеславия. Да, это было торжество тщеславного успеха. Разумеется, была и любовь, но большей долей была гордость успеха. Он хвастался мной. Теперь это прошло, гордиться нечем. Гордиться, остыдиться. Он взял от меня все, что мог, и теперь я ему не нужна. Он меня любит. Но как? Если я от него уеду, он в глубине души будет рад. Моя любовь делается все страстнее себя, любивее, а его все гаснет и гаснет. И вот о чем мы расходимся. И помочь этому никак нельзя. Он мне говорит, что я бессмысленно ревнива. Да я и сама себе говорила, что я бессмысленно ревнива, но это неправда. Я не ревнива, я недовольна. Но если бы я могла быть чем-нибудь, кроме любовницы, но я не могу и не хочу быть ничем другим. И этим желанием возбуждаю обнимать вращение, а во мне злобу. Этого не может быть иначе, это и есть ад. Этих улиц, и я совсем не знаю, горы какие-то. И все дома, дома, в этих домах все люди, люди, сколько их конца нет. И все ненавидят друг друга. Ну пусть, пусть я себе сделаю то, что я хочу. Я хочу, чтобы быть счастливой. Ну, я получаю развод. Алексей Александрович ждет мне сына, и я выхожу замуж за Вронского. Ну, я получу развод и буду женой Вронского. А между мной и Вронским, какое я придумаю новое чувство. Невозможно. Он делает мое несчастье, а я делаю его. И помочь этому никак я нельзя все попытки сделала. Он не светится. Разве все они брошены на этот свет за тем, чтобы только ненавидеть друг друга и мучить себя и других? Гимназисты идут. Смеются. Сынок. Сережа. Я тоже думала, что я его любила и умилялась над своей нежностью. А жила же я без него. Променяла его на другую любовь и не жаловалась на этот промен, но пока удовлетворялась с той любовью. Господи. Прости меня за все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok